Спешите покормить птиц. В Иванове начался конкурс с одноименным названием. Уже второй год подряд в областном центре проходит акция в рамках ежегодного всероссийского проекта «Союза охраны птиц России. Покормите птиц». Организаторы конкурса – городской центр внешкольной работы номер 2 и редакция газеты «Рабочий край». Первая акция, благодаря усердиям и газеты, и центра, получилась вполне успешно, эффективно. И народ активно стал привлекаться к кормлению птиц. Ну и в этом году конкурс было решено расширить, увеличить количество номинаций, получить больший эффект с пользой и для птиц, и для людей. Одна из новых номинаций конкурса – птичьи городки. На одной небольшой территории нужно повесить сразу несколько кормушек. Такая птичья столовая, например, есть в ботаническом саду и неподалеку от областной больницы. По мнению организаторов конкурса, птичьих городков должно стать как можно больше по всему городу. Важно, чтобы кормушки не пустовали, и в них всегда был корм. Для такого случая учреждена специальная номинация конкурса «Мой вклад». Она включает в себя сбор кормов для птиц, которые мы будем выкладывать в кормушки. Кормушки на территории ботсада повесили, и планируется повесить несколько кормушек на территории парка. Потому что парк – зона такая популярная, там и спортом занимаются, и просто погулять ходят. Зерно мы уже принимаем сейчас. Можно приносить в любое время, кроме воскресенья. Приносить прямо в центр. Центр находится на улице Шувандиной. Это бывший дом пионеров, я думаю, все знают, рядом с ней. В состав жюри войдут орнитологи, которые оценят полезность эко-кормушек. Далеко не все, что есть у нас под рукой, подойдет и для птиц. Ни в коем случае нельзя использовать черный хлеб, рис, гречу, фасоль и горох, соленые и сладкие продукты. Самые распространенные кормы, самые доступные – это семечки. Благо, сейчас даже на рынках появились специальные семечки для птиц, которые стоят значительно дешевле, чем те, которые употребляются в пищу. Подсолнечные семечки. Также можно семена тыквы, кабачка. Очень хорошо птицы клюют, хоть и не дешевая штука. Арахис и фундук. На него привлекаются и дятлы. Можно на кормушку приучить дятлы. Фотоотчеты и конкурсные материалы уже можно приносить в Центр внешкольной работы по адресу улицы Шуваниной, дом 109. Прием работ продолжится до 1 марта. У нас несколько номинаций. Это по созданию кормушек. Кормушек стандартных – это деревянных, пластиковых, кормушек из коробок. Ну и, конечно же, съедобных полностью кормушек – это эко-кормушек. Также у нас присутствуют номинации о литературной творчестве, где ребята могут проявить себя и сочинить какие-то птичьи рассказы, сказки, стихотворения. Также есть номинации по мониторингу кормушек, когда ребята не просто подкармливают птиц, но и наблюдают за кормушками и смогут прислать свой фотоотчет о посетителе кормушки. Подведение итогов акции по традиции состоится 1 апреля, когда весь мир отмечает День птиц.